Добрый день! Вы смотрите третий фильм из цикла, посвященного автоматизации складских процессов с помощью системы 1SVMS. Система 1SVMS обладает широкими функциональными возможностями. Она обеспечивает организацию адресного хранения, автоматизацию всех складских операций, интеграцию с устройствами считывания штрих-кодов и RFID-меток и со складским оборудованием, таким как весы и конвейерные ленты. Функционал системы позволяет рассчитать стоимость услуг ответственного хранения, провести ABC-анализ, визуализировать пространство склада в формате 3D, подключить оборудование для работы по технологии VoiceSpeaking. В этом фильме мы покажем, как с помощью 1SVMS на складе осуществляются такие бизнес-процессы, как планирование, диспетчеризация, контроль, инвентаризация и оценка персонала. Мы находимся в городе Видное, на высотном складе компании «Колесный ряд», одного из крупнейших дистрибьюторов стальных или косплавных колес для грузовых и легковых автомобилей. Общая площадь склада 13500 квадратных метров. Ассортимент составляют диски для легковых автомобилей, диски для грузовиков, комплекты крепежа, болты, гайки и кольца. В номенкатурном списке содержится порядка 8500 активных позиций. В результате внедрения 1SVMS был автоматизирован полный цикл работы склада, включающий все необходимые операции. Подключены мобильные радиотерминалы сбора данных Моторола, а также стационарные и мобильные принтеры этикеток «Зебра». Создано 5 стационарных и 25 мобильных рабочих мест. Интеграция системы 1SVMS с информационной системой позволила оформлять заказы на главный склад из центрального офиса. Наш бизнес действительно носит явно выраженный сезонный характер. Нагрузки в которой увеличиваются в 3-4 раза. Но благодаря автоматизации мы справляемся с поставленными задачами в короткие сроки и качественно. Главный итог автоматизации – то, что клиенты остаются довольными. Рассмотрим, как после автоматизации осуществляются основные процессы управления складом. Начнем с процесса планирования. Очевидно, что планирование применительно к складской логистике является очень широким понятием. Планированию подлежит распределение складских площадей, график отгрузки, работа персонала и большинство прочих элементов работы склада. Сейчас мы сконцентрируемся на планировании мест размещения, поскольку на складе компании «Колесный ряд» оно осуществляется по оригинальной методике, отличающейся от той, которая принята на большинстве других складов. Там, как правило, планирование мест размещения происходит в момент завершения приемки товара, а на складе «Колесного ряда» планирование осуществляется заранее, еще до поступления товара на склад и основывается на прогнозах объема продаж компании. Система позволяет отследить динамику отгрузок товара со склада. Исходя из нее, можно просчитать динамику поступления продукции и организовать высвобождение места в соответствии с ней. Для осуществления планирования этим способом необходимо изучить в системе 1С и ВМС отчет-анализ и выполнение заказов за нужный период. На основе полученной информации можно планировать количество отгружаемых и принимаемых товаров и, соответственно, место для размещения приходящей на склад продукции. Теперь рассмотрим процесс диспетчеризации. Система позволяет отследить в режиме реального времени выполнение текущих задач, а также назначить выполнение той или иной задачи конкретному сотруднику и проконтролировать время ее выполнения. Для этого 1С ВМС направляет задание на терминал сбора данных нужного кладовщика. Перейдем к процессу контроля. Система 1С ВМС позволяет осуществлять многоуровневый контроль работы с товаром. В зависимости от настроек, по выбору или в обязательном порядке, можно проконтролировать процессы приемки, отбора и упаковки товара. Например, чтобы контролировать процесс отбора, начальник склада или старший оператор в выборочном порядке сканирует поддон, в котором лежит товар, а затем и сам товар. Система определяет, действительно ли в поддоне лежит нужный товар в нужном количестве. Аналогичным образом осуществляется и контроль приемки товара. Кроме того, система предоставляет возможность дополнительного контроля за процессами отбора и упаковки. После того, как товар был отобран и упакован, можно проконтролировать, был ли упакован именно тот товар, который нужен. Для этого просто нужно еще раз отсканировать его. Теперь рассмотрим, как с помощью 1С ВМС решается вопрос оценки персонала. В системе содержатся отчеты о работе сотрудников. В них указана информация о времени, затраченном на выполнение той или иной операции и об объеме выполненной работы. Эти данные позволяют оценить качество работы каждого сотрудника и сопоставить его индивидуальные результаты со стандартными требованиями, а также получить информацию об эффективности рабочих ресурсов склада в целом. Кроме того, данные о работе персонала, получаемые через 1С ВМС, лежат в основе системы мотивации. Перейдем к процессу инвентаризации. 1С ВМС позволяет оперативно обнаружить пересорты, недосдачи и излишки товара по складу целиком или поячеечно. Это дает возможность проводить инвентаризацию склада как целиком, так и по частям, то есть осуществлять его циклическую инвентаризацию. Она особенно актуальна для складов, которые работают круглосуточно 7 дней в неделю. И перерывать их работу для проведения стандартной инвентаризации невозможно. После внедрения 1С ВМС сама процедура инвентаризации значительно упростилась. Теперь не надо переписывать весь товар, который есть на складе. Достаточно сканировать штрих-коды и ввести количество единиц товара, хранящихся в определенной ячейке. Эта информация поступает в базу данных в онлайн-режиме без участия оператора, что позволяет ввести количество ошибок к нулю. После окончания инвентаризации в системе создается акт сверки, в котором указываются реальные недосдачи и излишки товара на складе. 1С ВМС интегрирована с корпоративной информационной системой компаний, где и происходит сравнение реальных показателей с бухгалтерскими остатками. Как видите, 1С ВМС является действенным инструментом системного управления складскими бизнес-процессами. Более того, ее использование позволяет существенно оптимизировать работу с клиентами, что напрямую влияет на работу компании в целом и приносит ощутимый экономический эффект. А вот по этим ссылкам вы можете посмотреть другие фильмы из цикла выполнения основных складских операций с помощью системы 1С ВМС.